Многие считают, что в катастрофе под названием пандемии коронавируса виноваты азиаты. Из их стран все это к нам и пришло. Но так уж получается, что именно они, во всяком случае японцы, на протяжении апреля от заразы нас и спасают, выпуская друг за другом крутые игры, прохождение которых напрочь отбивает желание выходить на улицу. Хочется играть часами, самоизолировавшись по полной у приставки или компьютера. Речь, конечно, про ремейки Resident Evil 3 и Final Fantasy 7. И если к первому могут возникать прям-таки серьезные вопросы, то второй получился почти идеальным. Сейчас мы вам это докажем. Про сюжет Как известно, культовая японская RPG Final Fantasy 7, вышедшая в 1997 году, рассказывала о том, как группа экотеррористов Лавина пытается остановить корпорацию Шинра. Та безжалостно выкачивает из недр чудодейственную энергию Мако, чем и губит безымянную планету, на которой происходит действие игры. Среди повстанцев и главный герой — Клауд Страйв. Правда, сначала им руководят не благие намерения, а чистая выгода. Клауд — молчаливый насупленный наемник, по совместительству — бывший суперсолдат на службе Шинры, чьи силы и цвет глаз были изменены и улучшены благодаря все той же волшебной энергии. И только после некоторых событий и встреч Клауд начинает понемногу меняться сам и менять свое отношение к происходящему. Борьба Лавины становится и его борьбой. Все это сохранено и в ремейке. Диверсии и взрывы на Мако-реакторах, ночевки и разговоры в баре в седьмом секторе трущоб, где находится база террористов, встречи с Тифой и Айрис, одними из самых культовых, красивых и узнаваемых девушек в истории видеоигры, падение на цветы в заброшенной церкви и падение в канализацию прямо из кабинета пухлого злодея, к которому Айрис и замаскированный Клауд отправляются, чтобы спасти одного из своих напарников и разузнать об ужасных планах Шинры относительно Сектора 7, выраженное в том числе в этом эпизоде, но далеко не только в нем, фирменное сочетание трагедии и комедии. Трогательная детская непосредственность и свет, исходящий от Айрис, постепенно оттаивающий, глядя на нее, Клауд, странные намеки и тайны его прошлого — все повторим на месте. Но при этом ремейк, как известно, разбили на несколько частей, и сейчас вышла только первая, где все события разворачиваются в Мидгаре, городе, который разделен на верхние и нижние районы, и является столицей этого вымышленного мира на стыке киберпанка и фэнтези. Так вот, в оригинале события в Мидгаре занимали только пятую часть всего сюжета, и на их прохождение уходило примерно часов 10, а в ремейке это выросло в полноценную игру часов этак на 40. Чтобы добиться такого результата, авторы, естественно, добавили новые локации, вроде лаборатории Шинра, и как могли растянули старые, сделав их куда более детальными и интересными. Там, где Клауд раньше за пять минут добирался до вокзала после подрыва первого Мако-реактора, теперь мы сражаемся минут 20, переживаем какие-то видения с участием Сафирота, главного антагониста, смотрим другие сценки. Возвращаясь к тому же эпизоду со злодеем в кабинете, теперь, прежде чем Клауд переоденется, ему нужно не только в течение 10 минут бегать между разными лавками и выполнять почтовые квесты. Появились и бои на арене, и сеанс крайне нетрадиционного массажа, и уморительные танцы на сцене местного ночного клуба, обставленные как мини-игра. А Айрис с Тифой не просто так появляются и спасают нашего героя от поцелуя с придурковатым толстяком. Мы играем за них и сражаемся. И всё это сопровождается кучей шикарно поставленных кинематографичных кат-сцен и видеороликов. Но главное, там, где раньше было полтора экрана и пять домов в изометрии, теперь мы видим большие, наполненные людьми и активностями районы. Речь прежде всего о разных секторах в трущобах Мидгара, где появилось множество NPC и побочных квестов. Все их выполнять необязательно, но некоторые нужно, иначе история не сдвинется с места. Появились и новые сюжетные линии, связанные в первую очередь с загадочными призраками, которых в основном видят только Клауд и Айрис. Они то защищают девушку, то нападают на героев. С теми же существами связан и финал первой части ремейка, который вызвал много вопросов, но об этом чуть позже. В любом случае, в новой игре появилось больше диалогов и таких деталей, которые глубже раскрывают характеры, дают возможность больше времени провести с персонажами, еще лучше узнать их, проникнуться, начать сопереживать. Вот, например, совершенно новыми красками заиграл образ Джесси, девушки из лавины, в группе с которой мы начинаем игру. И в самом сценарии теперь меньше белых пятен и логических нестыковок. Проигровой процесс Геймплейно — это классическая JRPG со всеми вытекающими и втекающими последствиями. Только, так сказать, на современный лад. Прежде всего, это проявилось в том, что в ремейке уже нет привычных пошаговых боев. Вместо этого используется реалтайм с активной паузой, в духе того, что мы видели в пятнадцатой финалке. То есть мы в реальном времени, как в каком-нибудь слэшере, мочем врагов, на лету переключаясь между разными персонажами, числющимися в этот момент в отряде. Но когда приходит время применить умения, заклинания или предмет из инвентаря, то игра принудительно ставится на паузу. Так можно выбрать, кому, что и против, кого или на кого применять. Однако использовать все перечисленное можно только после того, как заполнится достаточное количество ячеек на шкале Active Time Battle — ATB. Это постепенно произойдет само, но процесс можно ускорить, если активно участвовать в драке. А вот система материи переехала из оригинала почти без изменений. Мы находим, получаем или покупаем эти шарики разного цвета, вставляем их в экипировку, и они открывают доступ к тем или иным умениям и заклинаниям. То есть если вы хотите применять целебные спилы, то нужна хилинг материя. Если кидаться фаерболами, то огненная и так далее. Есть и автоматическое лечение, и воскрешение, и усиление блока, и провокация, и много чего еще. А количество слотов для них ограничено, поэтому выбор, что именно и куда вставлять, здесь очень важен, как бы двусмысленно это ни звучало. По мере использования материи прокачиваются и увеличивают эффективность связанных с ними действий. Прокачивается в игре и оружие. По мере прохождения и получения новых уровней, мы купим специальные очки — скиллпоинтс, которые можно вложить в улучшение того или иного ствола, меча, посоха или перчаток. Первый использует лидер лавины Барретт, второй — Клауд. Посохом отлично владеет Айрис, а боевыми перчатками больно бьет врагов Тифа. Так вот, с помощью этих SP мы не только физический или магический урон увеличиваем, но и защиту поднимаем, и скорострельность улучшаем, и новые слоты под материи открываем. При этом такие очки купятся отдельно для каждого вида оружия, что лежит в инвентаре. С одной стороны, решение странное, с другой — оно стимулирует активнее менять снаряжение и пробовать разные варианты. Всё остальное на месте — торговля, использование разных зелий и эликсиров, поиск нычек с деньгами и расходниками, мини-игры, а ещё появилось больше пазлов, пусть и совсем несложных. Например, там, где раньше мы просто видели в качестве декорации большую заржавевшую руку от крана, теперь этой рукой нужно манипулировать, чтобы придумать, как Клауду и Айрис перебраться на другую сторону расщелины, пока они пытаются добраться до шестого сектора. Как это играется? Чтобы ответить на данный вопрос, достаточно просто запустить игру, и оторвать вас от неё сможет только второе пришествие. Это мощное, зрелищное и по-настоящему эпичное, крутое кино, только интерактивное. Уровень графики, роликов, озвучки и получаемых эмоций — всё на высшем уровне. Какие-то вопросы могут возникать к новому саундтреку, но разве что только у ветеранов серии. В целом же это хорошая музыка. Да, не всем нравится, что сражений стало больше, но сама новая боевая система и тот факт, что враги тут сильные, даже рядовые, превращают почти каждую драку не в унылое кликание по знакомым кнопкам, а в сложное, насыщенное, динамичное и даже тактическое действие. Драка же с каким-нибудь боссом может длиться минут 30 на нормальном уровне сложности, но после победы вы уж точно испытаете чувство глубокого удовлетворения и даже гордости. Да, мир в целом по-прежнему достаточно статичен, а побочные квесты в основном простенькие в духе «пойди и убей», «найди и принеси», а «тыщи трёх котиков» или «пять детишек с деревянными мечами». Но жаловаться на это в японской ролевой игре как-то, согласитесь, странно. Для данного жанра такое считается практически традицией. Square Enix ведь делали ремейк именно классической JRPG, а не новую GTA, Red Dead Redemption или Готику. И даже при этом они смогли действительно оживить Мидгар. Достаточно взглянуть на NPC, которые постоянно что-то обсуждают, разыгрывают какие-то сценки, бурно приветствуют наших героев после победы на арене, задают вопросы, когда мы приближаемся, в духе «Ой, Айрис, а кто это вместе с тобой?» и так далее. Ну и скажем о концовке. Она получилась неожиданной и противоречивой, вызвав недоумение и критику у многих из тех, кто играл в оригинал. Да, она серьёзно так переворачивает ситуацию, но что в этом плохого? Какой интерес повторять слово в слово и без того хорошо знакомую историю? Теперь же есть возможность по-новому взглянуть на известные события и, чем чёрт не шутят, увидеть не смерть любимых персонажей, а что-то другое. К тому же это актуально только для немногочисленных старпёров, прошедших давным-давно оригинал, а остальные геймеры получили мощную интригу и лишний повод ждать продолжения. Что в итоге? Долгожданный релиз ремейка Final Fantasy VII — это, безусловно, одно из главных событий не только весны, но и всего года. Игра стала эпичнее, детальнее, глубже и современнее, сохранив и развив всё то, за что многие её любят и до сих пор со слезами на глазах вспоминают. Да, никуда не делись те или иные атовизмы, отвлека вот просто особенности, свойственные японским РПГ. Мир достаточно статичен, хотя и куда более живой, чем в оригинале. Побочные квесты простенькие, некоторые герои и их поступки и действия слишком уж наивны или карикатурны, но всё равно это лучшее, что видел жанр за долгие годы. А наивность и карикатурность в сочетании с пронизывающей до слёз чистотой любви, с настоящей драмой и трагедией — это фирменная черта оригинала. Так что дух и атмосферу авторы сохранили. И глядя на то, как некоторые люди плачут от нахлынувших эмоций и воспоминаний, запуская ремейк, хочется сказать только одно — спасибо авторам за возвращение в детство. 9 из 10 Скоро на канале. Разочарование или идеальный сиквел? Обзор Нео 2. А на этом пока всё. Играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова